Это ток-шоу Одесса Лайф. Мы продолжаем и мы говорим сегодня с представителями международного бизнес-форума Евровумен 2014 о роли женщины в развитии общества и в сохранении мира в Украине. Итак, мы возвращаемся к резолюции, на которой мы остановились в предыдущем блоке. Результатом деятельности второго международного форума Евровумен было создание резолюции, где представители делегаты форума высказали и предложили конкретные шаги по дальнейшему развитию нашего общества и по сохранению мира в Украине. И Галина Визыкович говорила о том, что сохранение мира один из самых главных и важных критериев при принятии решений в дальнейшем нашим правительствам и всей общественности. Итак, о чем еще говорилось в резолюции? Я знаю, что тут у вас есть и политический блок, и экономический блок, да, вот буквально передо мной этот документ достаточно объемный. И масса-масса предложений, тут огромное количество пунктов. Я понимаю, что мы все, наверное, не сможем обсуждить, да, самые главные, ключевые. Самое короткое, если можно сформулировать короткие выводы, да, тезисы из форума, давайте сделаем следующим вопросом. Наши предложения по политике были следующие. Мы хотим, чтобы все депутаты, которые будут баллотироваться, и президенты, и мэры, то есть все, кто будут баллотироваться на какие-либо должности в государственные или муниципальные органы, все свои предвыборные программы рассматривали, во-первых, как закон, за невыполнение которого несется ответственность, и как бизнес-план, который должен соблюдаться в определенные сроки, не просто вообще взагали, а в определенные сроки. Во-вторых, мы хотим, чтобы была ротация реальная, то есть 23 года у власти находятся одни и те же люди, абсолютно. Мы даже видим по городу Одессе во власть лезут вообще одни и те же люди, сколько можно, уже все просто даже, ну, смеются в ситуации. Включая тех, кто скомпрометировал себя уже целиком полностью. Да, и неоднократно. Неоднократно. То есть мы что, мазохисты, мы должны так себя убивать, и как бы наступать на один и те же грабли сколько раз. Танцуем на граблях. Танцуем на граблях. То есть мы же должны включать разум, понимать, что, боже, да сколько же можно грабить нашу страну, нашу родную Одессу, да идите гуляйте все, давайте принимать новых людей, и пусть новые люди тоже, может быть, ошибутся, тоже, может быть, что-то сделают не так, но это в любом случае не тот коррупционный опыт, который мы имеем 23 года. И надежда на успех, надежда на позитивное, это лучше, чем гарантированно что-то плохое. Поэтому мы должны поменять весь состав Верховного Совета. То есть у нас такое предложение. Люди, которые баллотировались два и более раза в Верховный Совет, не имеют права участвовать в этих выборах, которые будут там через полгода или через полтора года нам предлагают эти выборы. То есть мы хотим, чтобы была ротация. Мы хотим, чтобы была квота женская. То есть есть страны зарубежные, в которых женская квота есть 50%, есть даже выше 50%. Соразмерно количество женщин в составе населения. У нас по составу 60% женщин в составе населения Украины. Но мы предлагаем хотя бы 50% протоколировать такую норму в парламенте, чтобы была женщин. Поверьте мне, хуже не будет, будет только лучше. Если я правильно помню, на 118 месте мы по этому показателю присутствуют женщины в высших органах. Да, у нас менее 10% сейчас в парламенте женщин. Поэтому кто эту норму нашу сейчас ведет в закон? Мы не знаем, тех 10% женщин будет мало, чтобы они добились этого результата. Но вот мы и должны тогда не голосовать за тех, которые игнорируют нашу просьбу. У нас тоже есть свои цели, свои интересы, которые мы хотим озвучивать и защищать. Не мы конкретно идем в политику, но люди, допустим, от женского их сообщества будут идти в политику. Депутаты мужчины, я думаю, с радостью проголосуют. Отлично. И там будет как раз очень весело и замечательно. Я просто говорю, эта политика должна меняться тоже. Вот Виктория правильно сказала, мы должны гибко подходить к этому. Я хотела бы добавить. Дело в том, что среди женщин, участниц Евровумен, я бы сказала, что большая часть реформаторов. Особенностью в этот раз награждения, в частности, Кубком Женщины Года произошла, особенность всего процесса заключалась в том, что были отмечены люди, которых просто-напросто каждый из нас, может быть, и не знали. Особенностью присуждения премии «Женщина Года» Евровумен заключается в том, что это действительно услышать глаз общественности. Любой мог зайти на сайт, любой мог связаться с номинационной комиссией и выдвинуть свою кандидатуру. И я хочу сказать, было много кандидатур и номинационная комиссия, я не работала, не принимала участие в номинационной комиссии, но то тех людей, которых я увидела в числе награжденных, как мне представляется, это действительно люди-реформаторы. Люди-реформаторы в медицине, люди-реформаторы в образовании, в общественной теме. Вы можете назвать кого-нибудь из них? Да, конечно, я могу назвать. Ну, наверное, следует назвать саксакалов, патриархов, женщин-легенд. Две совершенно потрясающие женщины, заслуженная актриса Украины, это Евгения Михайловна Демская, солистка до недавнего времени Одесской опереты, прославленная белая акация. И Нелли Калестру, директор аптеки Гаевского. Это действительно женщины, на которых, я думаю, вам всем следует ромяться, это женщины-легенды. Кубок «Женщина-мечта» получила женщина из Донецка, тоже потрясающая, Галина Аротова, женщина, которая начала свой бизнес уже после 50 лет и доказала, что бизнес может быть красивым, изящным, приносящим удовольствие и радость не только ей, как хозяйке, но ее сотрудникам. И самое главное, тем людям, которые пользуются услугами. Она является учредителем туристической компании «Роловой». То есть она реализует мечты других людей, поэтому номинация «Женщина-мечта». «Женщина-мечта», да. Совершенно удивительная, хрупкая женщина из Запорожья, женщина-инновация. Женщина-мыслительный аппарат, который, я так думаю, сопоставим с половиной коллектива какого-нибудь ядерного центра или физического института. Елена Гридинарова, директор частной школы «Эйтос». «Женщина-мира» — это посланник мира, посол мира. Женщина, которая сегодня соединяет Грузию, Украину и Европу — это Нистан Киртадзе. Она же является генеральным секретарем Международной палаты развития бизнеса и инвестиций. Среди женщин, вот я говорила о медицине, потрясающий одесский доктор-акушер-гинеколог из второго роддома Оксана Малерчук. Заведующая, которая приняла 10, сама лично приняла более 10 тысяч родов. Представляете, 10 тысяч одесситов прошли через ее рукость. 10 тысяч семей. Вот где квинтэссенция благополучия и мира. И особо мне хочется отметить женщинную культуру. Очень много на форуме мы говорили о том, что культура сегодня не просто хромает, она в упадочном состоянии. И тем не менее у нас в городе есть столпы культуры. И одним из таких столпов является, конечно, Валентина Ивановна Силантьева, профессор Одесского национального университета имени Мечникова, женщинная культура, лауреат Бунинской премии. Единственная среди украинок. Автор дал лауреат Бунинской премии. Присутствующая здесь Виолетта Велиева. Женщина, которая тоже занимается совершенно потрясающим, уникальным, легким, воздушным бизнесом. Она радость несет в любой дом, любой праздник украсит. Эта женщина торжество. И тем не менее, на удивление многим, она в последние буквально полгода проявила себя как Марсельеза. Она себя проявила как женщина на баррикаде. И мы все, заканчивая рабочий день, подсматриваем, а что же сегодня спела наша Марсельеза Виолетта. И поэтому... Диванная сока. То есть женщина-общественная деятель Виолетта Велиева. Честный деятель, да. Ольга Немченко, потрясающая женщина-доктор, которая создала стоматологических поликлиник Парцелянгрупп из Киева. Что называется, вовремя поняла, что даром лечиться, лечиться даром. И она вместе со своими коллегами создала потрясающую сеть, которая сегодня функционирует не только в Украине, но и за пределами Украины. И дарит большинству людей потрясающую улыбку. Женщина-мода, хрупкая Наталья Леонтьева, которая, что называется, не себя продвигает, а продвигает молодых одесских дизайнеров, которым достаточно сложно выйти на мировую арену. А она это делает вместе со своими друзьями. Женщина, которая раскрашивает яркие цвета всю нашу Украину, она создала фестиваль-фестиваль, фестиваль вышиванок. Создала она еще фестиваль «Пысунковый рай», а теперь еще и птиц, жар птиц. Это Елена Добруцкая из Киева. Елена Добруцкая, если можно дополнить, она вообще основоположник флористики как таковой в Украине. Это человек, который создал сеть первых бутиков флористики Роксолана. И после этого, когда она заработала денег, она начала 70% вместе с мужем, а не доходов своих, отдавать на то, чтобы вырастить новую этнокультуру в Украине. И поэтому их фестивали, пысунки, парад вышиванок, это все, их вклад, святой Николай, вот они в этом году первый раз сделали. Сохранение культуры, сохранение традиции украинцев. И наконец-то наши, я вот как флорист, клянюсь, наши флористы наконец-то дождались обещанного конкурса флористики. Потому что в Украине действительно, Украина была действительно первая из стран СНГ, она обогнала Россию в том, что здесь действительно началась европейская флористика, вошла, стали обучать академию флористики. Мало того, мы можем, как говорится, похвастаться тем, что в реестре профессия флорист в Украине есть, а в России, например, еще нет. И наши, как говорится, друзья очень хорошие флористы, с которыми мы дружим, несмотря ни на что, которые нас очень поддерживают. Так сказать, ну завидуют белой завистью, что вот у нас есть это разноцветной завистью, да. И действительно, Добруски, вот она вместе с моим мужем очень много сделали. И вот наконец-таки теперь у нас, значит, будет свой конкурс. Я очень этого ждут. Меня уже тоже пригласили. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что это совершенно не заангажированные женщины. Как можно сказать о какой-то избранности или заангажированности человека, который... Не покупаются эти награды. Нет, никак не покупаются. Это важно. Если с 8 часов утра человек утром штурмом берет маршрутку в районе одной школы Одессы, а в 10 часов вечера возвращается на маршрутки, где директорствует. Это женщина образования, кубок Людмила Николаевна Семенюк, директор 121 школы. Удивительный человек, заслуженный учитель Украины. Хотелось бы отметить наши молодые дарования, те, которые только начинают свои первые шаги и в бизнесе, и в общественной деятельности. Это Натали Десоль, это Ирочка Сербуленко. То есть девочкам, что называется, за их активность, за щедрость их души тоже были присутствием. И мы этим гордимся, понимаете, потому что у нас пошла, как говорится, молодая поросль. И действительно, и молодые девушки рвутся. Уважно сохранить преемственность поколения. Да, да, даже вот моя девочка, она очень к нам рвалась. Я говорю, так, подожди, еще рановато будет, подожди немножко. Ну и вот когда у нее что-то уже в бизнесе начало получаться, я говорю, ну ладно, так и быть. У нас уже 6 семей. Ну я так понимаю, что Виктория Чендацкая тоже обладательница. Да. Виктория, покажите, пожалуйста, кубок. Вот покажите, пожалуйста, его проскошный. Да, роскошный. Кубок хрустальный. Виктория, дайте сказать. Мы не можем еще забыть и не назвать Веру Чуб, которая занимается с нами регулярно, поддерживает уровень английского языка с тем, чтобы Клуб Успешных Женщин, мы не только всеукраинским, но и международным. Вера Чуб – это основатель легендарных курсов иностранного языка, Чкаловские, сейчас они называются Чкаловские Белл, и еще Большой системы Хеллен Дарон, обучение маленьких детей английскому языку. И Вера Чуб в этом году получила приз «Лучшая женская компания года». Поэтому Чкаловские Белл и Хеллен Дарон призваны «Лучшая компания года» за свои высокие достижения. И вот Виктория Валентиновича Датская получила приз «Женщина-медиа». Борец за свободу. Борец за свободу. И вообще очень чистый и справедливый человек, который… Вы знаете, в журналистике разные есть вариации журналистской этики. Ну как бы то такое, то такое. Человек не меняет свои убеждения. Человек с четкими этическими убеждениями заслуживает уважения и признания. Поэтому Виктория Валентиновича тоже большое спасибо. Да, и особенностью, как раз таки, еще раз повторю, клуба «Успешных женщин» заключается в том, что никто никому здесь… Вот вы отчасти уже мой вопрос предвосхитили, да, и вы уже сказали, что это не покупается. Для чего создаются конкурсы, номинации, рейтинги и так далее, нам уже известно. По какому критерию вы отбирали ваших номинантов и как происходил вот этот отбор. Я бы хотел, чтобы вы вкратце об этом рассказали, чтобы было понятно, что действительно не заангажированная оценка и вот эти вот известные технологии не были использованы. Фамилии вы видели просто. Фамилии, чем люди, это уже является ответом, частью ответа на ваш вопрос. Вы могли позвонить в номинационную комиссию и сказать, я знаю удивительного человека, я знаю удивительную женщину, которая сделала для города, сделала для Украины, сделала просто для моей семьи. И эта кандидатура этого человека, я практически уверенно рассматривалась бы и действительно, если бы, что называется, сошли звезды, и этот человек тоже бы... Я надеюсь, это не последний был конкурс, да, награждение номинации. Будет практика. У вас есть кандидатура? Очень надеемся, да, что... Если у кого-то вот прямо сейчас возникла кандидатура, которая достойна уважения и признания в качестве женщины года, они могут прямо сейчас присылать заявки на следующий год, не вопрос, мы все это будем собирать и потом рассматривать. У нас большая номинационная комиссия, которая возглавляет Сергея Николаевна Голубенко, и мы собираемся все вместе уже на последнее совещание и выбираем из всех вариантов под разные номинации, выбираем того достойного одного, кто будет в этом году считаться... А какие критерии? У вас есть какие-то критерии отбора, не знаю, там... Конечно, безусловно. Конкурс. Что должен сделать человек, чтобы попасть в число вот таких признанных людей? Во-первых, считается и количество обращений по данному человеку. Сколько человек рекомендует его на получение данной должности, данного звания. Во-вторых, конечно, послужной список. Каких высот добился человек, насколько широк и весом был его вклад в развитие нашего общества. И все это, как два основные критерия, дают нам возможность разложить всех, посмотреть, выбрать лучших и их номинировать каждый год. И я так подозреваю, что есть еще одно обстоятельство, поскольку, убирая интервью Валентины Ивановны Селанцевой, я услышала следующую фразу. Человек всю свою жизнь отдал науке. Человек всю жизнь проработал в Одесском национальном университете имени Мечникова. Она говорит, вы знаете, такое чувствование за всю мою жизнь, за эти 40 лет служения в науке, ну, может быть, второй раз. То есть очень часто и очень много есть людей, живущих рядом с нами, которые даже не столько не признанные, но в силу своей скромности или чего-то их просто отодвигали назад. То есть чаще всего здесь те люди, которые награждаются не партнерами. Я хочу еще, если можно, добавить вот что. Мы показываем пример сотрудничества даже вот в этом вопросе. У нас в награждении участвовали те же члены клуба, которые помогали создать призовой фонд для этих женщин-номинантов. То есть каждая женщина, 15 было женщин-победителей в номинациях, они получили подарки от генерального партнера второго дня, дня по счету, это компания Sand Diamonds. Каждому абсолютному номинанту было вручено драгоценный камень от 3 до 5 карат, кварц и бразильский цитрин. Каждому из номинантов были вручены такие драгоценные камни. Дальше компании Schwarzkopf, Ice Lab давали дополнительно свои, и Mary Kay давали дополнительно свои еще призы, почтительные каждому номинанту. Журнал Boss выделил свой приз каждому номинанту в качестве рассказа о данных номинациях и достижениях данных людей. Поэтому и Violetta давала нам уникальные цветы тоже каждому номинанту, сделала такой один большой цветок для всего форума, как логотип форума. То есть тоже такая креативная, уникальная работа. Вот это и есть пример женского сотрудничества и поощрения. Мы выбрали лучших, мы хотим их всех вместе поздравить. Хорошо, я абсолютно убежден в том, что необходимо еще сказать, что все женщины, все участницы форума вашего, безусловно, личности уже состоявшиеся и успешные. Но достижение в бизнесе это не единственная деятельность, которая ведется вами. А есть еще важная часть вашей работы, это касается благотворительности и добрых дел, но об этом мы поговорим с вами после короткой паузы в нашей третьей части. Поэтому не переключайтесь, впереди еще самое интересное. Буквально через минуту мы вернемся в нашу студию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...